Всем привет! Назревают большие выходные, но команда IGM не забывает о своих прямых обязанностях и, как и на прошлой неделе, готова рассказать вам о главных новостях из мира игровой индустрии за последнюю неделю. Поехали! 13-летний школьник был принят в профессиональную команду по Fortnite. Blizzard начала работу над секретным PvP-шутером. Западная пресса поделилась первыми впечатлениями о новой Tomb Raider. Спидраннеры пожаловались на длину God of War. Продолжение следует... Он признался, что не догадывался о возрасте Джексона на стадии подбора игроков и был удивлен, узнав, что тот школьник. Как справедливо заметил Яо, по записям геймплея тяжело понять, сколько геймеру лет. Сам киберспортсмен заявил, что очень благодарен организации за предоставленный шанс и уже успел обсудить свое участие в турнирах с родителями, которые поддержали начинание своего сына. Теперь руководители Team Secret волнуются за то, чтобы Джексону позволили участвовать в турнирах, регламент которых вполне может не допускать несовершеннолетних спортсменов. Лига Overwatch, например, работает именно таким образом. Это все, впрочем, вопрос будущего, поскольку Fortnite, несмотря на свою бешеную популярность, не успела стать полноценной киберспортивной дисциплиной. Впрочем, нам кажется, что это вопрос времени. Так что остается только поздравить Джексона и пожелать ему удачи со строгими организаторами и учебой. Новые игры Blizzard почти всегда становятся чем-то важным в масштабах индустрии и находят свою аудиторию среди геймеров, так что новости, поступившие на этой неделе из штаба компании, как минимум вызывают любопытство. Все дело в том, что студия объявила о поиске геймдизайнера с опытом работы над крупными проектами и любовью к многопользовательским шутерам, для того, чтобы тот занялся неанонсированной игрой. Blizzard описывает загадочный проект как соревновательный FPS, в котором будут тактические элементы и юниты, которыми, возможно, будут управлять игроки. Также в компании рассказали, что в проекте будет несколько видов оружия и игровых режимов. Создание шутера ведется на собственном движке Blizzard, который уже был использован в одной из игр, сделанных студией, и, несмотря на сходство его концепции с Overwatch, два проекта не будут разворачиваться в одной вселенной. Скорее всего, разработкой загадочной игры в данный момент занимается Дастин Броудер, некоторое время руководивший созданием моба-проекта Heroes of the Storm. Дело в том, что в 2016 году он сдал свой пост и занялся каким-то новым проектом, новостей о котором не было до сих пор. Конечно, всё это спекуляция, и вполне вероятно, что полноценного анонса нового шутера Blizzard предстоит ждать ещё несколько лет. Но тот факт, что компания активно пытается осваивать жанр, не может не вызывать интереса. Мы будем следить за развитием событий. На этой неделе издательство Square Enix представило широкой публике трейлер и первые скриншоты новой главы приключений Лары Крофт, получившей под заголовок Shadow of the Tomb Raider. Не забыла компания и о представителях прессы, разослав им часовую демо-версию будущей игры, на основе которой журналисты постарались понять, чего им, собственно, ждать от проекта. Первое, что отмечает почти каждое издание – мрачный тон повествования и изменившийся характер главной героини. Лара убивает врагов налево и направо и активно показывает свою тёмную сторону, благодаря чему игра становится более жестокой. У подобного подхода к сюжету нашлись как сторонники, так и противники, но при этом почти все критики похвалили сеттинг и декорации проекта, которые получились по-настоящему запоминающимися. С другой стороны, многим пришёлся не по душе тот факт, что Shadow of the Tomb Raider практически ничем не отличается от предыдущих частей с точки зрения игрового процесса. Впрочем, разработчики не раз говорили, что следующая часть станет завершением трилогии о становлении Лары Крофт, так что глупо было бы ожидать от них какой-то геймплейной революции. При этом история знает немало случаев, когда игроделы зря пытались чинить то, что работает, и портили хорошую задумку. Надеемся, что это не тот случай. А проверить это можно будет относительно скоро. Проект выходит на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 14 сентября 2018 года. Новый God of War, кажется, понравился почти всем. Оценки пресса достигли каких-то невероятных высот. С разных сторон раздаются голоса о том, что такие игры выходят один раз в поколение. Да и мы нашли, за что похвалить этот проект. Но, как это обычно и бывает, нашлись недовольны, причём на этот раз критика пришла с довольно неожиданной стороны. Как выяснилось на этой неделе, проект Sony Santa Monica пришёлся не по душе спидраннерам. Любители проходить игры как можно быстрее, пожаловались на огромное количество сюжетных роликов, которые нельзя пропустить. Несложно догадаться, что подобные сцены замедляют темп игры и мешают спидраннерам спокойно заниматься своим любимым делом. Скоростное прохождение God of War действительно получается не особо скоростным. Самые быстрые геймеры справляются с ней примерно за 8 часов. При этом многие из них заявили, что чувствуют, что впустую потратили время. Что ж, всем, как говорится, не угодишь, а вывод из этой истории можно сделать один. Да и тот вполне очевидный. Далеко не каждая игра подходит для того, чтобы её, так сказать, спидранить. На этом всё. Обсуждайте новости недели в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах от iGEM и, конечно же, вступайте в наше сообщество ВК. Хороших выходных и до встречи через неделю! Субтитры сделал DimaTorzok